МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы на канале Вот так, и мы начинаем наш какой-то необычный, потому что новогодний выпуск. Сегодня не будет традиционных каких-то наших там гуляний, показываний вам чего-то. Сегодня будет просто подготовка к Новому году, как это происходит прямо сейчас у вас. Вы же тоже готовитесь, правда? И мы сегодня день-день вместе с вами готовимся к встрече к Новому году. Мы начинаем наш новогодний вот такой выпуск. Поехали! Ну что, до Нового года осталось совсем немного. Подарки уже куплены. Осталось купить самое главное. Это ингредиенты для салата Оливье. Друзья, да-да-да, мы здесь тоже решили побаловать себя этим самым салатом, традиционным, новогодним, российским. Будем его делать здесь по-особенному, потому что не все, что здесь продается, подходит нам для этого салата. Поэтому вы сейчас все сами увидите, друзья, и мы вам обязательно покажем. Идем в магазин для того, чтобы посмотреть, во сколько нам обойдется здесь салат Оливье. Мы доехали до супермаркета Макро, который называется... Мы не будем делать вам обзор об этом супермаркете. Если вам интересно, то в одном из следующих видео мы вам обязательно сделаем. Напишите в комментариях, интересно или нет. Сейчас мы приехали сюда с конкретной целью купить ингредиенты. С чем мы сейчас и займемся, и вам все покажем. Друзья, наверняка слышали, что в Таиланде сладкий майонез. Может быть, даже кто-то пробовал. Надо быть очень аккуратным, потому что мы, допустим, в прошлом сезоне, когда делали салат Оливье, купили обычный майонез, он оказался сладким, и салат получился невкусный. Поэтому в этот раз мы ознакомились внимательно и выбрали... Точнее, не выбрали, а посоветовали нам вот такой майонез. Он, говорят, очень вкусный, и мы его попробуем и оценим. Так что расскажем потом, вкусно это или нет. 69 бат стоит, большая вот такая упаковка. Не знаю, что это здесь. Здесь целый литр. Ужас, обожраться. Главное блюдо новогоднего стола – это майонез. Богато мы тут набрали майонез и салат. Все, идем дальше, потому что здесь не оказалось того, что нам нужно. Здесь система, короче, как метро Cash and Carry. Ну, ничего не оказалось, что нам нужно, поэтому едем в Big C. Оговорился, когда вы езжали из Макро. Естественно, мы приехали не в Big C, а приехали в Tesco Lotus. Сейчас здесь продолжим наши покупки для праздничного стола. Взяли зеленый горохшек и кукурузу. Очень удобно, можно купить сразу вареные яйца, так как плиты у меня еще нет до сих пор, поэтому приходится покупать готовые продукты. Ну что, все меньше и меньше времени до встречи Нового года, друзья. Напоминаю, что сегодня 31 декабря, если вы вдруг забыли. Мы продолжаем кататься по городу и сейчас приехали для того, чтобы привести себя к Новому году в порядок, так сказать. Подровнять концы, обрубить концы и боду. В общем, все оставить плохое в старом году уходящем и уже в новом году быть красивыми, успешными. И сейчас мы будем стричься, как вы поняли. Такая долгая прелюдия. В общем, идем стричься, все. И выйдем уже оттуда красивыми и готовыми к встрече Нового года. Потом продолжим наше путешествие. Вперед! Как и в России, перед Новым годом парикмахерская очередь, поэтому мы ее мусственно отстояли. 120 бат стоит подстричься. И сейчас мы отправляемся уже дальше, проехаться по вечерней Паттайе, потому что потом нужно вернуться домой, как вы понимаете, настрогать салаты быстренько. В общем, подготовимся уже к активной встрече Нового года. Поэтому сейчас быстро проедемся, покажем вам, готова ли Паттайя к встрече Нового года, как она готова. И с удовольствием себя вам покажем. Вперед! Как ни странно, ничего такого супер праздничного оформления здесь нету. Народ сидит в барах, глухает. Ну, понятно, еще рано по времени, хотя могли бы готовить салаты дома, как мы. В общем, мы едем сейчас дальше, еще посмотрим, что здесь. Ну и скоро еще включимся. Ну что, а сейчас мы едем на Джамтьен, посмотрим, как дела обстоят там, потому что центр как-то немножко разочаровал. Если честно. Несмотря на то, что время еще до Нового года есть, все в пробках, все стоит в сторону центра. Что там народ собирается делать в столько времени, непонятно. Но, видимо, бухать и начинается отмечать праздник. Ну что, в принципе, в общем-то, неплохо. Все новогоднее оформление сосредоточено в начале Джамтьена. Только здесь инсталляции вот такие и все. Здесь стальной Джамтьен так же, как и обычно в обычные дни. В общем, друзья, ну, не их праздник, не их. Сразу чувствуется, что поэтому особо много денег не тратят. Ну и правильно. Зато тепло, солнечно и радостно. Ну что, на часах 7 часов нам уже пора рвать когти, потому что домой надо кушать, надо готовить. Женщины китайские радуются вместе с нами, чтобы уже скоро наступает новый 2020 год. Все, сейчас мы едем, но еще кое-что хочу вам сказать. Ну что, друзья, хочу сказать вам большое спасибо, что смотрите нас. Заканчивается 2019 год, который подарил нам вас, наших подписчиков. Мы вас очень любим, благодарны за то, что вы у нас есть. И за то, что вы такие позитивные и эмоциональные. И постоянно поддерживаете нас. Спасибо вам большое за то, что смотрите. Мы вас очень любим, ценим каждого из вас и целуем каждого из вас. До этого, наверное, мы будем прощаться в 2019 году, потому что встретимся мы уже с вами в 2020 году. Все, любим, целуем, до новых встреч. Не забывайте подписаться, если вы этого не сделали еще. А пока, пока, 2019.